Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 27 глава, 54 по 56 стихи. Сотник же и тех, которые с ним стерегли Иисуса, в виде землетрясения и все бывшее, устрашились весьма, и говорили, воистину он был Сын Божий. Там были также и смотрели и издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Якова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых. Толкование блаженного Феофилакта. Сотник, хотя был язычник, однако, увидев знамение, уверовал вместе с теми, кои были при нем. Напротив, в Иудее, слушавшие закон и пророков, остаются неверными. Означенный сотник принял впоследствии даже мученическую смерть за Христа, что касается дожжен, зрительниц происшествия, то этот осужденный и сострадательнейший пол наслаждается созерцанием благ прежде всех. И ученики разбегаются, а жены стояли, смотря на страждущего Господа. Марию, матерью Якова и Иосии, евангелист называет Богородицу, так как Яков и Иосия были дети Иосифа от первой его жены. А как Богородица называлась женой Иосифа, то по праву называлась и матерью, то есть мачехой детей его. Матерь сынов Зеведеевых называлась Саламиейю, о которой говорят, что и она была дочь Иосифа. Все толкование. Видите, много внимания уделяется родословным, исключительно много. Я все задумался, возможно ли, вот как сегодня мы рассуждаем лично, о том, как-то реставрировать, такое слово сказать, или, как патриарх сказал, переформатировать сознание людей, и чтобы как-то было по-другому. Невозможно. Пока будет вот такое у нас настроение, что главное – это богослужение. И все, что в православии вот есть, на чем сейчас держится, это то, чего нет в Писании. А чего нет в Писании, это нельзя животворить. Оно может быть абсолютно мертвым. Вот возникли мормоны, что книга Морония, главная – Джозеф Смит. Там где-то под дубом закопано золотые листы и прочее. Их ничем не убедишь. И как будто Библия есть. Вот мы-то со своим Моронием-то то же самое похоронили себя. Вот ни два года, ни три я не в углу сидел, и 50 лет бился над этим. Ну, как возможно это сделать? Никак. Только что-то начинаешь делать, оно уже не сходится с тем, что есть. Сразу сектант. А в чем сектант, они сказать не могут. Ну, так нельзя, что пришел, отстоял, шагом марш, военных пригнали, фуражки на руку, в полках. Турнился сегодня на священники. Кто он там, баптист или кто в армию-то призвали? Он должен подчиняться, должен. Да ладно, отстающим эту канитель затевать там. Ну и дальше-то ничего нету. Нету ничего. Теперь там Елена Уайт. На первое место. Библия есть, все, ну, без 11 книг. Все. Они уже никогда не соединятся с теми, которые, ну, совершенно без этого. Вот у баптистов сказать, что у них есть, у них лишнего ничего нету. Я не баптист, ни одного дня им не был. Но я исследую и нашел. Сегодня ближе всех именно баптисты, именно отделенные. Когда еще строгость в одежде соблюдают. Вот даже приезжали и молятся с платками, и женщины на проповедь не выходят. Ну, все как положено. Вот как. Пришла эта, искали ее. Вон она пошла туда. Иди сюда, иди. Вот что, так грызет сегодня, да. Батюшка овечек наш держит. Я отвлекусь немного. Но ножки-то эти, никуда. Вот дали ему, вот ножкой с одной занимается. Я пытался обдирать, а не надо, оказалось, ничего. Я даже и не знал. Хотя с собаками всю жизнь вожусь. Так и с людьми. Всю жизнь возишься, а не знаешь, к чему у них наклонность. Наклонность должна быть Господу. Вот лютеране. Куда ни поверни, везде лютер, 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 лютер. Я с ними разговаривал. Да, лютер достоин у них восхваления. Он перевел Библию на родной немецкий язык. Дал им понятие о том, что спасение не может зависеть от того, что кто-то где-то как-то скажет. Не может от индульгенции зависеть. Это так? Ну и везде-то вот это. Вот у нас сколько всего напутано-то. И вот это усыпились. А служил божественную литургию, там, или панихиду. Смотришь где-то по афганским воинам погибшим, по военным. Нашли, сейчас похоронили по православному обряду. О христе не слово. Что эти люди были совершенно не знающие Бога. Их гнали на убой. Как говорится, как баранов. И они не знали, что делать. Ну, единицы, кто не пошел на этот убой. И они просто были расстреляны. Но эти люди остались верны Господу. Об этом-то нигде церковь не говорит. Вообще не говорит. А именно патриоты защищали, родину защищали. А финская война была, кого защищали? А японская там была, финляндская там где была. Что? В Польшу лезли везде. В Афганистан сейчас забрались. Кому это нужно? А сколько погибло там в Алжире, на Кубе, уже не говорим. Из-за чего? Люди не знали Бога. Вот эти вот родословные Мария, Чьяна, Мачеха, Божья, Матерь Мачеха, как-то даже на слух-то не идет. Ну, так оно и есть. Но не можем мы выйти из этого тупика буквально. Потому что находятся исследователи, их учат. Еще неизвестно с каким уклоном. Вот Дворкин Александр Леонидович, главный сектавет. А что он принес тут, кроме ненависти-то? Он ничего не понимает в этих сектантах. Он ни разу нигде не сказал взять доброе. А вот у свидетелей Егова, так называемые еговисты, у них идут все на проповедь. У нас проповедь там на агитацию, как он называет. И как они издают книги. Он все знает, что каждые две минуты новый еговист появляется. Но он до конца не договаривает, что это все было в первоапостольской церкви. Что все ходили и благовествовали, рассеившиеся. Ну, Деяния апостолов, 8 глава, 4 стих. Ты открой, посмотри. Ну, он получает, конечно, за это деньги. Видимо, хорошая будет пенсия. Но дальше-то он не идет. Ну, а нас никто не знает. Ну, какая там маленькая группа православия. Мы говорим, главное достояние, что есть православие, это священство рукоположенное. То, что образует образующая сила церкви. И толкование, вот хотя блаженного фефилакта. Вот мы сидим здесь, говорят, в глуши, как будто бы люди так понимают, что мы изолировались, тут редукция жизни, как писали. Ну, вот мы дали знать в Москву о том, что мы есть, что на Востоке там наводнение, катастрофические явления. И, может быть, есть люди, которые так же, как мы, хотят жить. Не пить, не курить, жить, говорят, здоровый образ жизни, как говорят, вести. Вот мы написали, и приходит аппарат правительства Российской Федерации. Сообщаем, что ваше обращение, поступившее в аппарат правительства Российской Федерации, рассмотрено и в соответствии со статьей 8 федерального закона 2 мая 2006 года, номер 59 Ф3, о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации на правильный Мамонтовский район. Вот оно, как выглядит. Это нам ответили, это еще ничего не значит, еще и непонятно, о чем. Но, так как мы написали письмо, что здесь можно у нас поселиться, вот такие, чтобы были люди, вот. И уже ответ пришел. Месяц не прошел, уже сработали. Пожалуйста, какое-то письмо, аппарат, вместо епархию писал. 50 лет я пишу по патриарху, и ни один ответ еще меня не достиг. Нет ответа, нету. Второе. Дальше пришло уже более серьезное. Вот, прочитай его. А потом его засними. Это вчера мне привезли из Барнаула. Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, Минвосток развития России, отдел по работе с обращениями граждан, Департамент правового обеспечения и государственной службы. А достать, чтобы он одновременно снимать мог, тогда одновременно лучше, когда считай это. Лапкину Игнать Тихоновичу, улица Ползунова, дом 6, город Барнаула, Тайский край. В соответствии с частью 3 статьей 8 федерального закона от 2 мая 2006 года, номер 59 ФЗ, о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, Ваше обращение, поступившее в адрес Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, направлено на рассмотрение в правительство Хабаровского края, правительство Амурской области, правительство Еврейской автономной области, в администрацию Приморского края, с просьбой проинформировать вас о результатах рассмотрения. Начальник отдела Янова. Это вслед той бумаги, вот которой я говорил, это вторая бумага, да вторая, это не вторая уже, а даже больше, это третья мне бумага поступила, а от нас одно письмо было, это в правительство где-то, ну видно они работают, да, аппарат большой, ну мы молимся об этом, и может быть есть люди, которые давно говорят, мы переселились куда-то, ну везде одно и то же, детей теряем, пьянство, разврат, наркомания, у нас этого ничего нету. И вот они, эти люди, сами того не зная, могут выполнить волю Божию. Я еще к тому говорю, как когда на пути ничего у них нет, никаких преград, нам ответить, все есть. Мы начали говорить, и вот, пожалуйста, результат. Церковь не призывает к благовестию, этого нету. Вот мы были в Туле у отца этого, этого, Иоанна. И там одна Татьяна написала, вот какое стихотворение, Станька, прочитай. Это прислали они. Посмотрите, как коснулось людей. Встреча. Затерялась где-то потеряевка, деревенька, степь да степь кругом. Видела лишь только фотографии. В целом мире не найти такой. Познакомилась я с батюшкой, с Игнатием, братья честной, и даже псом. Приезжали летом к нам в Петелино. Был у нас такой переполох. За трапезой мы вели беседу. Спрашивали, Игнатий отвечал. Все по Библии, святым писаниям. Дар какого не отнять. Люди дорогие, верьте в Бога. Он спасение, надежда и любовь. И пока мы здесь еще, успейте сотворить нетленное добро. Как прекрасны ноги благовестников. Провожали мы гостей своих, чтобы и другие их услышали. Ведь без слова веры в Бога нет. Тула Петелина. 9-11-2012 года. То есть мы были летом, а на осень, до 8-11-2012 года. Раба Божия Татьяна. Ты когда считаешь, люди стоят, ты помни, ему удобно перпендикулярно. У тебя во дворовую сторону листик вот так наклоненный. Даже здесь это нужно будет, кажется, внимательным. Я к тому говорю, обращайте внимание на родословную, там, Богородицу и все это. Ну, он что творит. Видишь, куда поперлся. Эй, ну-ка, давай сюда. Давай. Вот так. А на главное, на благовестие, на то, что дать знать, на общение друг с другом, что были собрания, исследования Библии, вообще ничего нету. Вот только одно литургия, литургия, канон, литургия, то есть люди стоят столбами, мертвыми столбами, там, гнилыми, какими угодно, но живого-то нету ничего. И в людях рождаются ненависть. Я отстоял, как старобрядцы. Вон они, проклятые, они каньяни-то. Уже отмолились, а домой идут. У них служба, то у них каньяни-то полтора часа, а у нас шесть часов. Это старобрядцы стоят. Я знаю, как они там, потому что я там был. Мы молим, но ты вы молитесь дольше, значит, у вас больше добра, больше любви. Если вы дольше молитесь, но результаты другой. Сверепость непрерывная. У нас есть старобрядцы, даже здесь есть живут. Вчера уже я говорю, почему не идут ни на занятия, нигде их нет. А это не надо. Почему? Евангелия не было там. Где Евангелия нет, нет просвещения, нет общения друг с другом, ничего не нужно. Два дома старобрядческих, и между собой они, так, встретились иногда. Я говорю, почему вы не молитесь? Вы уже пропустили, я посчитал, за 6 лет 666 богослужений. И мы-то идем молиться, вы видите? А почему вы не собираетесь вместе-то, не молитесь-то? Ответа никакого нет. Ну, нет жизни, а жизнь там, где Слово Божие, где Дух Святой. Это я беру все вот из этого. Я не могу не просто запомнить, Мария, кто кому родственники, мне это не надо, я говорить не буду. Я соглашаюсь с этим. Пусть оно так и будет, но главное-то, главное-то, это возрождение души, а этого нет. Считай. Евангелие от Матфея, 27 глава, с 57 по 61 стихи. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело, и взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницей и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. Толкование блаженного Феофилакта. Прежде Иосиф скрывался, а теперь дерзает на великое дело, решившись положить душу свою за тело Учителя и вступить в борьбу со всеми иудеями, взявши тело Иисусова. Пилат дает ему тело, как великий дар, потому что тело Христа, которого умертвили, как мятежника, должно было быть брошено без погребения. Впрочем, Иосиф, как человек богатый, может быть, и денег дал Пилату. Получив таким образом тело, он погребает его с честью, полагает в новом гробе, которым никогда никто не был полагаем. И это было по особенному устроению Божию, чтобы по воскресении Господа не сказали, что вместо его воскрес другой мертвец, погребенный там прежде его. Вот почему был новый гроб. Между тем, Мария Магдалина и другая Мария, то есть Богородица, вышеназванная матерью Якова Иосии и матерь сыновей Зеведеевых, все три сидели напротив гроба, выжидая минуты, когда утихнет ярость врагов, чтобы идти объять тело и помазать его миром. Исайя 27.11 Людьми, не имеющими смысла, пророк называет, очевидно, народ иудейский, распявший Господа. А жен призывает к тому, чтобы они оставили сей бессмысленный народ, последовали к апостолам и принесли им радостную весть о воскресении. Все толкование. Вот смысл-то в чем? Людям принести радостную весть. Вот берут, я неоднократно слышал пропаде на это, но добавить хочу свое. Камень был весьма велик и завален. Да это же у нас Христос завален предрассудками, мощами, пусть не обижаются на это, трупами. Мощь это и есть труп, это любое, что умер. Чем угодно, традиции какие-то там, ну все это пусть оно будет, но не настолько, чтобы завалили Христа, и Христа не видно. А Христе-то даже и речи нет. Отстоял службу. А что у нас сегодня? Сегодня то-то. А Христе-то речи нету, разговоров нету никаких. Если собираются православные, ну как правило, и выпивка там будет, и совершенно не евангельская вера. Подвязайтесь единодушно за веру евангельскую, не за баптистскую, никакую евангельскую. Поэтому ее надо найти, надо узнать, смотреть. Горе большое было у них, они потеряли учителя, но они его искали. У нас 2000 лет потеряли, не ищут. Ну можно вывод-то такой сделать-то. Камень велик, Господь отвалил. Так как камень-то велик, это тот, который необходим был, чтобы на три дня Христа спрятать. Не настолько, что завалили на 2000 лет, и ищут воскресшего Христа, едут в Иерусалим, везде, везде все время ищут православные, в мощах поехать к Серафиму. Что вы ищете живого среди мертвых? Он воскрес, его нету. А он где? Да ищет Бога, Господь поклонников, духи истины. Когда возникали баптисты, другие у них везде надпись, Бог есть дух. Везде, в каждом молитвенном доме. Почему? Потому что Бога, который есть дух, и таких поклонников ищет. Бог ищет. Они православные не знают. Как-то их увидели, ой, это сектантское, Бог есть дух. А у нас как Бог? Ну как вот Бог? Вот Бог, говорит, показывать на икону, а вот порог. Поговорка-то какая, говорится? Тебя в передний угол приглашали, а ты ведешь себя недостойно. Тебя, говорит, за стол, а свинья и ноги на стол. Вот тебе и порог. То есть перешагни и иди. Поговорка-то имеет смысл. И вот здесь даже в воскресенье, когда говорится, вывода никакого нет. Христос воскрес, я верю. Но воскрес-то он где? Почему к нам-то не зашел? Если пришел к нам, почему торговлю в храме? Где Христос, там торговли нету. Ну зайди в любой молитвенный дом, к любому сектанту. Нигде торговли-то нет, а только у нас. Да не один киоск. И вы же никак. Это дельцы от религии. На шикарных лимузинах. Такие, ну, понятно. У нас батюшка, он не нуждается, чтобы где-то ходить, выпрашивать на ризу. А что, у него овечек. Вон, доказательство. Шарик грызет. Ножка от овечки досталась. Я спрашиваю, сколько батюшка овечек? Да я не знаю. Он их и не знает сколько. Ну, сотня там у него. Вот. Матушка-агроном там сотрудничает с институтом, сельскохозяйственным там, с этими, которые там выращивают новые растения и прочее. Сейчас не знаю как. То есть, сам себя должен обиходить. Ну, а кроме того, мы должны еще и содержать. Но этого-то нет. Полностью нахлебники. Ничего не делают. Только смотрят, чтобы кто у него не уменьшил доход. А о Боге, по Евангелию, даже речи нет. Я ни разу не слышал, что вот священники вышел к народу, принес покаяние. Я слышал только о двух таких в городе Фрунзе. И сказал, мы не учили, мы заблудили вас. И поэтому, ну, давайте начнем сначала. Вот сейчас тебе сестра сообщает, вначале они там занятия по изучению. Библии. Ну, видать, новый епископ Иванников этот, Сергий Барнаульский, Алтайский там, дал указание. Они не знают, что... И вот мы собрались, и там начались книги бытия. Что с бытия-то? Ты бери дома Библию и читай. У нас в третьем томе, вот, третий том, открытым оком. Вот она, книга, как это выглядит. Смотри. Открытым оком. Ну, а тут это Густаво Доре, проще. И здесь у нас есть такая тема, специально, это я ее как ценю, что пособие специально по изучению Евангелия от Марка. Вот оно как выглядит. По порядку, все Евангелие. Вот только открываешь, и сразу начинается Евангелие, и дальше, чтобы все люди могли участвовать в этом. Вот оно тут показано. Ну, в любом месте, где тут есть. Откроешь, вот Евангелие от Марка. Вот оно показано, Евангелие от Марка, приводится. А дальше, какие вопросы надо задавать, как изучать. Будут они изучать это? Ну, как они будут изучать? Это же от Игнатия, тут ни в коем разе. А свое есть? Нету, своего нету. И когда меня спрашивают, вот мы желаем сейчас изучать Библию, что посоветуете? Ну, я посоветую только вот это. Третий том открытым оком, пособие по изучению Евангелия, и открывать вот трехтомник. Трехтомник. К слову сказать, трехтомник, только один человек пока, который заметил это, я ему говорил, и который открыто в газете напечатан. У него, говорят, закладки-то под свет российского флага. Вот оно. Новый Новый Завет. Первый, второй, третий том я попутно показать. И вот они, закладки. Белая, ну, она чуть-чуть желтоватая, зеленая, синяя и красная. Почему? Потому что российский флаг это особой милости Божия флаг, единственный в мире, вне национальный, вне временный, вне религиозный. Я многократно об этом говорил. Это тоже надо подчеркивать. И где это? Это все здесь, вот в этих словах. Вот она, эта радость пришла. Радость, когда осознаешь, что Христос воскрес, и воскресший свет осветил все, куда бы и не посмотрел, какая бы вещь не попала на глаза, я из нее сделаю проповедь. Вот глянул собаку, я о собаке могу сейчас сказать проповедь, о том, что Господь смотрел, как на это, какую роль они сыграли в Библии, какую-то в житиях святых, и какую роль у нас, но главный сих будет такое, что он называет, вот ободрал ее уже ногу-то, что священники это псы, бредящие ложи немогущие лаят. Задача такая, лаять, вот он почему так на котенка-то, видишь, как смотрит, он считает, что он у него отнимет ее. Когда он ест, его не трогает, он даже мне сейчас не отдаст. Она хорошая, видать, у него. А у нас так все отняли, то, чем мы питаемся, все божественно это. И мы этого не видим, и разницы никакой нету. И вот сегодня одно монахи представили, второе, праздники разные, богослужения, кто их, и триоди, чего только нету. Но нет живого Евангелия. Я думал, какую самую большую ошибку в православии сделали за тысячу лет. Ошибку, конечно, в кавычках. Самая большая ошибка была то, что Библию перевели на русский язык. Открыли двери к размышлению, появились разные секты. Ну, вот старобрядцы они так объявили ее вне закона Библии, и все на этом. А здесь перевели в 1876 году. Ну, а не поставили на первое место. Ну, и сектанты этим воспользовались. Да как преследовали, какая была реакция. Даже царь ничего не мог сделать, сдвинуть с места. Выжидал, когда благоприятный момент будет. И, наконец, среди там первой иерархи находится такой, который расположен к этому, филарет. И тогда снова начался перевод на библейское общество. Какие клеветы были, масонская организация. Тебе перевод говорят, масонская организация, где печаталась. Вот смотришь, как, прости, господи, дурдом какой-то. Живое слово Божие они не нуждаются. В православии хоть какими талантами ты обладай, ты не нужен. Твое дело стоять. Ну, бабки там хоть свечи, агарки зажигают, убирают, воруют. А остальные это никакой роли не играет. Мужчина отстоял, ушел, ревностный, желает. Мы сколько раз пытались заговорить, если он близкий к священник, он замурованный, не надо ничего у меня батюшка исповедовать, который только приходит и с ним начинаешь говорить. Живое евангельское слово находит отклик. воскресший Христос входит к нему в хижину. Вот как дело там обстоит. Мы на православие можем смотреть действительно глазами внешних людей. Мертвая религия, ничего там нет. Это сокровище, полное толкование, соборы вселенских соборов. Это все я должен увидеть в воскресшем Иисусе Христе. Далее. Евангелие от Матфея, 27 глава 62 по 66 стихи На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал после трех дней воскресну. Итак, прихожи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу, воскрес из мертвых. И будет последний обман хуже первого. Пилат сказал им, имейте стражу, пойдите, охраняйте, как знаете. Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Толкование. Закон повелевал, чтобы в день субботы никто не двинулся с места своего. Между тем, беззаконные иудеи собираются к иноплеменнику Пилату место законного собрания. Но если они из лубы были подвигнуты прийти к Пилату и утвердить гроб, однако это было по Божьему усмотрению, дабы воскресение совершилось при засвидетельствовании сего врагами и тогда, как гроб был запечатан и охраняем. Достойное исследование то, откуда иудеи знали, когда говорили, что воскреснет в третий день. Господь нигде не говорил об этом ясно и прямо, поэтому надо надумать, что они узнали это из прообразования Ионы, ибо Христос говорил, как Иона был в очреве кита три дня, так и я в очреве земли. Но теперь поняли, что он храмом называл свое тело и уже опасаются и называют его льстецом, не оставляя своей злобы даже и после смерти его. Глава закончилась. Тут понятно, что на три дня не только от Ионы, Господь сам-то про это говорил, как Иона в очреве был три дня. И слов Христа это идет. Иону трудно было применить ко Христу, пока Господь сам не указал на это. А вот тут уже целая проповедь. В очреве земли три дня. Откуда тогда учение появляется мусульман, Мухаммад берет, что он не воскрес. Откуда? Перевод неправильный. Какой перевод? Тут не перевод, тут смысл весь. Господь об этом говорил. Тогда иона не было, и Господь не ссылался, не говорил. Явно, что заблуждение, что Иса, Иса есть, но не воскрес. Вот отсюда сделать конкретный нужен вывод. Кто побудил его самую центральную мысль это убрать? Христос умер за грехи людей. Он воскрес для нашего оправдания. А в воскресении Христа все послания апостолов. Все! И в символ веры, и все. Нет, это вот перевод не такой и прочее. Как это не такое? Не такое. Это заблуждение, это только сатана может бороться против Евангелия. Это анафема такому заблуждению. Это самая центральная мысль. Что самое ценное у нас? Христос. Какой Христос? Который воплотился, взял на себя грехи, мира, искупил нас, возьмешь за грех смерть и дальше воскрес для нашего оправдания. Коран намертво это отметает. И соглашаться с этим заблуждением, возникшим спустя шесть столетий, ну, может только отступник или совершенно неверующий. Ему разницы никакой нет. Это и буддисты говорят, что разные эманации проявления божества, ну, он мог быть Магомедом, мог быть Христом, ничего Библия об этом не говорит. Это совершенно отдельное второе лицо Троицы, как святые отцы установили. Далее. Глава 28 с первого по восьмой стихи. По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния и одежда его бела как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес. Он воскрес, как сказал, «Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите, вот Я сказал вам». И выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Толкование блаженного Феофилакта сей последний день Евангелист называет Единую от суббот. Это потому, что вообще Дни Седмицы называли субботными, а первый день Единым. Почему воскресный день и оказывается Единую от суббот, то есть первым из дней недели, ближайший к этому первому дню, вторым от суббот, следующим третьим и так далее. Господь воскрес в ту пору, когда камень лежал еще на гробе. По воскресении же Господа приходит и ангел, чтоб отвалить сей камень и открыть женам вход во гроб. Землетрясение было для того, чтоб пробудились стражи и поняли необычность случившегося, то есть чудо воскресения. Господь воскрес тридневен, но каким образом насчитывается три дня? В восьмом часу пятка Господь был распят. С этого часа до девятого была тьма. Это время тьмы считай за ночь. Затем с девятого часа опять был свет, это считай за день. Вот как бы сутки, день и ночь. Далее ночь пятка и день субботы составляют вторые сутки. Потом следовала ночь субботы и утро воскресения. Утро принимается в счет за целый день. Вот третьи сутки от Матфея 12.40. Об ангеле Матфей говорит, что он сидел на камне между тем, как Марк свидетельствует, что он отвалив камень, сидел внутри гроба на правой стороне. Не противоречат ли они друг другу? Нет. Ангел сначала, надо бы наполагать, явился сидящим на камне, а потом, когда жены входили во гроб, он предварил их и снова явился уже сидящим на правой стороне внутри гроба. Ангел не стыдится называть Господа распятым, потому что крестом, доставившим нам все благо, он хвалится как некоторым победным оружием. Все толкование. Видите, все это воскресение Христа, воскресение защиты, он воскрес, мы это верим. Я хотел показать, вот смотри, вот маленький котенок, он бегает, он совсем маленький, три месяца есть, нет ему, и вот я взял щетки, надел на него, для него это ярмо, поведение его сразу резко изменилось, вот сейчас видишь, как он забегал, вот я выпускаю, он к тебе идет даже, ну сними с меня, ласкается идет, пошел а как, и пятится, и прыгает, вот так на нас православных наложили, вот на это все, и мы не можем из этого никак в свободу войти, свобода это, я хочу сказать, у нас, вот положено прочитать, это прочитано, сегодня причастников никого нет, один маленький ребенок, вся церковь стоит благодарственная после причастия, вот она как, он пытается сбросить, я второй раз уже ему это надеваю, и вчера он бегал, 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 пока не сбросил, сбросил, нормально стал опять играть, вот он и идет, видите как, ну это хорошая, не веревка, не задушится, наделась, щетки у него, он маленько погоди, опять пятится, и вот мы 2000 лет пропятились, на нас надели это, и мы не знаем, что с этим делать, а вот положено сегодня то-то, ну и все, пришли, отстояли, высохновения, главы Иоанна, праздник был, какой праздник, чего, голову отрубили, Ивану Крестителю, интересно, царица Елена нашла крест Господень, ну, тут составили так, биографию этого события, что на мертвецов положили, да было или не было, да и праздник-то воздвижен не в честь этого, в честь постройки храма, нет, двунадесятый праздник, какой праздник, с чего, ну, Елена любила заниматься археологическими раскопками, ну, это ее дело, ее право, но какое отношение я имею к этому, ну, у нас двунадесятый праздник, кто его установил, в каком, и раньше Елену не мог воздвигнуть, а почему бы этот день не посвятить отдельно о том, какие мы грешники, и как Господь возлюбил, или сказать, размышления о безмерной любви Божией, ну, и как-то каким-то образом связать, уж если охота, но главное-то не это, а крест, и вот воздвижение, патриарх Макарий поднимал, люди падали, он воздвиг его воздвижение, а в народе никакого воздвижения не было, мой отец всегда говорил, скоро сдвижение, вся тварь, мыши, там, змеи, лягушки сдвинутся на свое место, назимовать пойдут где-то, другого толкования не было, покров это, какое отношение покров имеет, большой праздник, никакой он не праздник, греки его знать не знают, но покрыла Матерь Божия, видел юродивое, это какое-то видение, это с Андреем, Андреем юродивым, с Епифанием-то, было это или не было, даже не знаем-то, большой праздник, покровский собор, покровские фамилии, покровские районы, везде, везде, везде покровские, у русских только, я с греческими священниками говорил, у нас вообще его не отмечают, и нет ничего, нам легче было Куликово поле, там, Сталинградскую битву, или прорыв блокады Ленинграда, отметить-то, своих-то сколько на Пискарева-то положили, от голода и прочее, ничего этого нет, а в народе уже-то другое, земля покроется снегом, 14 октября, это уже время позднее, ну где-то покроется, а в Сухуми она не покроется, ну а для молодых уже там, невеста, покрой меня Божья Матерь, женишком, выйти замуж охота, вот это вот, на него, видишь, вот как на него все, вот он идет, а не просто к тебе идет, он хочет, чтобы ты его освободил, от этого ерма, который я на него надел, ну пускай походит маленько, это не 2000 лет-то, какие-то еще 5 минут, я с него сниму, ну вот, на сегодня, наверное, уже все, дело идет к 6 часам, вот смотри, сейчас я с него буду снимать, как у него будет, какая реакция будет, давай-ка снимем мы с тебя это, молитвенник, паломник наш, все, освободили тебя, иди, не гоняйся за этим, но, теперь, ну задавило все-таки, 2000 лет висело это ермо, тут Никон, хлистаться будут со вакуумом, на какую сторону, больше, четки, вот они об этом хлистались, они о том, что это не главное, дайте человеку свободу, где Дух Господень, там свобода, да какая свобода, ну будет одному, говорит, откровение, говори о первой, молчи, да у нас замолчали, и первый, и второй, 2000 лет промолчали, открой, как богослужение это шло, я не говорю, давайте так, пусть будет так, но, но не на первом месте, пусть оно будет на 25, на 50, а капистов около 500 написано, а у вас есть капист, Духу Святому, хорошие каписты, все, я признаю и не против, но не на первом месте, на первом месте Христос должен быть, и водительство Духом Божьим, крещение Духом Святым, нету ни водного крещения, ни Духа Святого Крещения, вот он успокоился, все, успокоился, его задача ловить мышей, наша задача прославить Христа, приобретать души, у человека другое назначение, у Бога подобиться, быть подобным Сыну Человеческому, Сыну Божию, вся жизнь на это должна быть посвящена, нет, прийти, отстоять, у нас сегодня служба, ну положено, вот мы только что это отпраздновали, Рождество Богородицы, никакого основания на Священном Писании, и поэтому всякие выдумки, я православный, и буду православный, но не смотреть на это я не могу, и поэтому на первое место должна выйти проповедь, благовестие, забота о всех людях, ну-ка давай встанем, попробуем, что получится у нас, а? Ты близко не подходи, спасибо Христос, слава Христос, слава, ну-ка он отдаст мне косточку или нет, кого отдаст, он его рот забрал с копытом вместе, Шарик, ну что ты такой, а? Смотри, как захватил-то, полный рот у тебя, копыта-то дашь, нет? Ну-ка, копыта, нет, копыта во рту, а у нас кровью, вот пожалуйста, его назначение какое, косточку съесть, ой, жадина, замечательный песик, последнее известие, послушай пару минут, чего не отдаешь начальнику, а? Вот как мы начинаем утро, помолились до 6 часов, сейчас будем слушать последнее известие, какие Москва скажет, и мы сочувствуем тем, что где-то там в Йемене, и в других местах взрывают, в торговый центр ворвались люди, где-то кто-то тонет, и мы обо всех молимся, Господи, пошли людям утешение, чтобы свой взор они направили к небу, потому что через несчастье Бог подвигает людей к раскаянию, а если я, говорит, вас переваривал в котлах, так что и косточки нет, а вы не обратились, вообще я истощал силы свои, говорит Господь, это правокоремия говорит, главное, центральное назначение, приготовиться, приготовьтесь к встрече Господа своего, Господь как магнит, такое сравнение, притягивает то, что притягивается, а если стратства нету, значит ничего и нету, есть такое выражение, Бог сделался человеком, или принял плод человеческий, чтобы человека сделать Богом, с маленькой буквы, у Бога подобицы, и Он за такими, которые сродни Ему, похожи на Него, имеют тот дух, Он и придет, православие, это истина, я имею ввиду то православие, апостольское, правильно славить Бога, только такой смысл закладу, это не храмы, не мощи, не все остальное, что потом придумали, эти паломничества, сегодня, вот вроде изучают Библию, а там икона чудотворная, мы туда поедем, и гоняют людей с угла в угол, крутят их буквально на одном месте, и ни конца, ни края этому не видно, сейчас посмотрю, вот, сейчас они должны заговорить, Москва дать, мы должны быть в курсе событий, знать о чем молиться, вот я сказал, что мы написали, Московское время, три часа, Радио России, сейчас несколько слов, о, это всему свое время, чудесно сказано, время Путина, время Медведева пройдет, в студии Мария Палова, здравствуйте, в этом выпуске, заложники освобождены, но террористы по-прежнему не пойманы, президент Кении объявил, что боевики остаются в здании торгового центра столицы, официальная победа, блок Ангел и Меркель набрал большинство голосов, на выборах в немецкий Монтестаг, собака без намордника, хозяина в тюрьму, российские сенаторы предлагают сажать владельцев отцов агрессивных животных, теперь об этих и других темах подробнее, вот и все, слава, пусть, ладно, переписывай, сажать владельцев, комбинар, землян, ясно, Продолжение следует...